Доброе утро! В эфире программа «Сущности» Янга Белова. Ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь – слова святого Иоанна Златоуста. А легко ли петь в церковном хоре? И чем он отличается от светского? Когда человек приходит в храм на богослужение, то сразу же обращает внимание на звучащую молитву в исполнении хора, то есть на само присутствие музыки. А зачем вообще петь молитвы? Собственно, почему церковь поет? Зачем есть только музыки? Ответ довольно прост. В молитвах и на богослужении верующие люди воспевают Господа. А почему воспевают? Да потому что душа поет, переполненная радостью. Хор храма святителя Николая Японского образовался в 2011 году. Это совпало с началом работы прихода. В 2012 был построен деревянный храм, в котором стали регулярно проводить богослужения, включая будние дни. Регентом будничного хора стал Никита Булахов. Конечно, храм молодой. В этом году всего лишь 9 лет. Я в этом храме с самого начала, в 2012 году, построился деревянный временный храм. Отец Павел сразу захотел служить, кроме воскресных дней, будние дни. Я очень хорошо помню, как во время Великого Поста, литургии прежде священных даров, отец Павел служил, а я один пел. После этого, уже в пасхальный период, отец Павел сказал, ну, надо один Пасху петь нехорошо, надо несколько человек. И в то время так получилось, что я пригласил несколько певцов, с которыми мы в будние дни практически все это время молились вместе. В 2016 году, в конце, по благословению отца Павла, я пришел сюда основным уже регентом, в большой праздничный хор. С этого времени хор насчитывает порядка, ну, 10 человек, потому что, к сожалению, в этом храме у нас нету места, где разместиться. Все певчи верующий иначе быть не может, а сознанность другая. Ведь сколько ни объясняя светскому человеку содержание духовного сочинения, если он не ходит в храм, если ничего духовного не считает, не живет этими мыслями, у него все равно будет исполнение поверхностное. Не будет глубокого проникновения в слово. А когда певчи верующий, проникновение совсем другое, подача другая. Ведь главное в звучании церковного хора – слово. Здесь осмысленное произнесение текста, осмысленное пение. Не просто выше, ниже, тише, громче, а все через сердце. Чтобы петь в церковном хоре, нужно обладать не только хорошими музыкальными навыками и вокальными. Для меня очень важно, чтобы человек к этому относился как к служению. Потому что, когда человек приходит на службу, он должен все, что у него в сегодняшнем дне происходило, отложить, оставить за порогом храма и влиться в ту атмосферу богослужения, которая присуща, я бы сказал, даже конкретной службе. Поэтому певчи должны уметь настраиваться на дух молитвы в храме. Очень важно правильно относиться к слову, понимать, что ты произносишь. И только в том случае, если ты пропускаешь смысл этих слов через себя, только тогда будет понятен смысл текста молитвы людям, которые в храме. На хоре лежит большая ответственность. Стоит отметить, говорит регент, что народ наш очень музыкален, он все слышит, и фальшь музыкальную, и душевную. Поэтому задача певчих не только попасть в ноты, но и самим настраиваться на молитвенный лад, который диктует богослужение. Пасха следует торжествовать, Великая Суббота горевать о смерти Спасителя. А люди это почувствуют. И это будет соборная молитва. Вот что так прекрасно и что так приятно, как только жить братьям вместе, как мира на голове, сходящие на бороду, городу Аронову, сходящие на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение, жизнь навеки. Каждая служба для певчего труд. И труд не из легких. Хорист вкладывает в пение не только голос, знание, но и душу. Без души церковное пение не получается. По моему мнению, хор является не столько, может, душой, сколько он олицетворяет дух храма. Именно какой настрой задает хор, такой и дух сохраняется во время богослужения. Чтобы объединить всех людей, которые пришли в храм в молитве, хор обязательно должен петь от сердца. Это не только едиными усты, а единым сердцем хор должен петь. Очень большая нагрузка на регента задача – объединить хор, сохранить вот этот дух единения во время богослужения. Существует такое понятие, как молитвенный настрой. Умение хора почувствовать и создать нужный настрой – это великое умение. Процесс вот этого единения – это очень сложный и нельзя сказать, вот сейчас поем все вместе от сердца. Процесс, которым можно, наверное, зарядить, вдохновить, чтобы каждый отложил свои мысли в этот момент и обратился с общей молитвой к Богу. «Ты не премьем благоприятное, ты не единство в свете, но в каждой стремимости Твоей отпустите мою душу, и премьем беззаконимое его славе, если не человек воленщик». Что касается голоса певчего, то это отдельная история. Это инструмент, который всегда должен звучать. И в шесть утра на ранней литургии, когда голос еще спит, и ночью, когда он уже должен спать, и тогда, когда у твоего ребенка температура, и тогда, когда пришел в храм петь после работы, еле ноги волоча, а тебе нужно светить и зажигать своим светом других. Удивительно, но многие певчие в хоре поют бесплатно. Кто знает, возможно, потому, что певчего в церковь на клирос приводит сам Бог. Вот в том-то и дело, что изначально, когда я понял, что очень хочется петь, и желательно в каком-нибудь капелле, коллективчике хоровом, то я и не ставил перед собой целью, именно чтобы это был церковный хор. Но это более случая была такая. Одна моя знакомая, моя коллега на тот момент, она, в общем, тоже я с ней поделился этой историей, что вот я в поиске музыки, и она сказала, у меня есть один знакомый, дала номер телефона, ну и этот знакомый ее оказался как раз регентом в одной из церквей Минска. Я пошел к нему, и вот как-то так уже закрутилось, завертелось, и я начал петь именно вот в церкви. Мне кажется, что мне очень повезло, потому что я сразу почувствовал вот какую-то, ну, знаете, если бы я пел где-то в светском хоре, то это что, как бы это выглядело? Это репетиции, спевки ради какого-то концерта, ради какого-то одного события. А здесь ты постоянно вот в процессе, то есть у тебя всегда такой отчет перед людьми, да, вот перед прихожанами. Я вам хочу сказать, что любой певец, в принципе, учится всю жизнь, любой профессионал. И здесь в том числе, я вообще работаю в фольковом коллективе. Консерваторию я заканчивала академическое хоровое пение, а здесь церковное пение. То есть, ну, я считаю, для меня и для любого певца развиваться разносторонне, это очень-очень полезно. Пытаться узнать что-то новое и научиться читать и старославянский, да, и научиться читать свиста, да и вообще тут совершенно другая атмосфера. Мне кажется, что тут еще одна составляющая – красота. Ну, каждый, наверное, что-то свое вкладывает в это, но просто я периодически ловлю себя вот на таком состоянии, знаете, когда поешь, и это, ну, очень красиво. То есть у самого аж там мурашки по коже, как-то даже и голос дрожит, и это не связано. Глаза увлажняются. Да, глаза увлажняются. То есть эта красота, она тоже очень… Мне кажется, это еще в том числе приближает. Вот тут понимаешь, что имеешь отношение к чему-то вот божественному. Что ж, певчие в церкви считаются подражателями ангелов. Ведь первыми начали петь Богу в хоре именно ангелы. Такие красивые параллели невольно заставляют восхищенно задуматься о том, как близко рядом с нами чудо и как обыденные вещи могут оказаться на самом деле глубокими и по-настоящему чудесными. Каждый человек в своей жизни, наверное, и, наверное, я уверена, что стремится к какой-то гармонии. Вот гармонии с окружающим миром, с друг с другом. Пение, пение в храме дает мне гармоничное присутствие вот как бы Бога в моей жизни. Таким образом, наверное, я разговариваю своим пением, я разговариваю с Богом. Это приносит мне радость, какой-то покой, внутреннюю гармонию, к которой я очень стремлюсь. Наверное, хочется поделиться тем состоянием, которое испытываем мы. Что мы ощущаем? Сказать «возьми». Возьмите, например, все. Возьмите то, что чувствуем мы. Возможно, у нас есть шанс дать почувствовать тем людям, которые сидят, слушают, смотрят. В какие-то моменты, мне кажется, что это как родник, который бьет ключом. Кто-то, может быть, пришел, нету стремления какому-то к жизни, как-то все потухло. И вот в один момент он начинает как вот бить ключом. В каждом из храмов есть своя душа, которая поет. Это его хор. Не случайно многие люди признавались и признаются, что высшую радость своей жизни они испытали во время богослужения, слушая пение церковного хора. В свято-духовом кафедральном соборе Минска хор особенный, архиерейский. Он, можно сказать, главный хор епархии. И это никакое не преувеличение. Это статус. Статус архиерейского хора, конечно же, и для меня, и для моих хористов, это уже, можно сказать, звание. Потому что, как и в стране, существует заслуженный коллектив, народный коллектив. То есть это говорит о том, что коллектив, который уже добился определенных успехов, который уже признан. Проводя вот эту такую аналогию и со званием архиерейского хора, вот что-то в этом есть, в принципе, похожее. Потому что архиерейский коллектив, архиерейский хор, это главный хор епархии. Вот у нас в Беларуси 15 епархий, соответственно, существует 15 архиерейских хоров. Но я и мой коллектив, мы и архиерейский хор, но некоторые вот именно организаторы фестивалей и конкурсов, они говорят еще о метрополичии. Исходя из того статуса, который мы имеем, вот метрополичий, архиерейский хор, конечно же, здесь и к нам предъявляются определенные требования. То есть нигде это не записано, да, что вот какие требования, как это должно быть. Но ты, изучая историю, то есть когда были хоры, придворно-певческая капелла, который относился к императору, ведь церковная музыка же идет из тех времен еще. Но поддерживать свой статус, считает инициатор создания хора и его бессменный регент Виталий Соболевский, нужно и на светских мероприятиях. Второе служение – это такая миссионерская деятельность, которая заключается в благотворительных концертах, участие в конкурсах, фестивалях. Когда человек слышит духовную музыку, ведь духовная музыка, русская музыка, это большой такой вот вклад вообще в развитие культуры всей, когда вот человек слышит вот эту музыку высокую в зале, в любом концертном зале, а мы уже за наши 7 лет много где побывали, мы были и в зале Чайковского в Москве, и в больших храмах тоже выступали, и на конкурсах. Когда человек слышит на светской, в светском заведении, да, филармонии это или театр, услышав там эту музыку, он же придет в храм. И у меня было очень много таких случаев, когда люди, слыша хор сначала просто как концертный, но мы исполняли образцы духовной музыки, известных композиторов, они потом приходили в храм. В репертуаре хора духовная музыка от знаменного распева до сочинений композиторов 20 века. Классические произведения русских и зарубежных композиторов, белорусские, русские, украинские, народные песни. Хор неизменно участвует во всех благотворительных мероприятиях, но самое главное – это глубокое, молитвенное чувство, религиозный настрой, которое создает хор во время богослужений в соборе. Хор сопровождает все архиерейские богослужения в кафедральном соборе, принимает участие в приходских и епархиальных мероприятиях. А началось, все рассказывает Виталий Иванович, с мечты. Еще будучи студентом БГУ факультета теологии, он принял приглашение от настоятеля Свято-Троицкого храма города Минска священника Владимира Коновальчика стать регентом и создателем хора. Скорее тогда это был не хор, а певческий ансамбль из пяти человек. Но приходили новые голоса, а спустя три года их пригласили в Свято-Духов кафедральный собор. Поскольку состав хора был молодой, то и получил он название «Молодежный». То, что делает регент, это мне очень-очень нравится. Я это очень люблю. Как я говорю, мой путь, моя жизнь — это служение, регентское служение. Предлагали, я имею образование, я мог стать священником. Но когда ты себя не видишь, это будет не то. А без музыки, без церковной музыки, ты просто не можешь жить. Ты можешь ночью встать, что-то делать, аранжировку. Ты можешь, когда-то тебя музыка духовная преследует постоянно. Ты идешь, она у тебя в голове. Ты приходишь, она тоже с тобой. И когда ты семь дней из семи, ты в духовной, церковной музыке, ты служишь как регент, работаешь как регент, и ты не устаешь от своей работы, она тебя поддерживает. Это, наверное, самое главное, почему я и стал регентом, и почему я этого очень сильно люблю. Потому что это моя жизнь. Молодежный хор заметили в епархии. И с февраля 2014 года по благословению митрополита Павла молодежный хор сопровождает всеархиерейские богослужения в кафедральном соборе. Если ты любишь свою работу, если ты любишь то дело, которым ты занимаешься, для тебя это нет никаких преград. Ты будешь работать, ты будешь делать, ты будешь расти. Никто не отменяет какие-то организаторские способности, возможности. И никто же не отменяет талант, который тебе дал Бог. Но самое главное, это был труд. Понимаете, это как притча о талантах. Когда Господь дал, Он его дал. Развивай. И вот если ты это будешь делать, ты будешь любить свое дело, ты будешь развивать, делать, оно все будет. Недавно хору исполнилось 7 лет. Руководит им Виталий Соболевский. В составе хора 30 певчих, 4 солиста, все профессионалы. Ведь Роз же не в имени. То есть у нас имя сейчас митрополитический хор. Мы вот служим, мы это все принимаем. У нас профессиональный, хороший уровень. Рост духовный должен быть. И рост духовный, и рост в том числе и профессиональный. То есть ведь в церкви мы были архиерейским хором, митрополитическим, но мы пели в храмах. Ну, в храме у себя. А уже потом мы стали выходить на другие площадки, мы стали ездить на конкурс, на фестивали, давать благотворительные концерты. Так и нужно сейчас дальше идти. У нас есть сейчас имя, у нас есть сейчас статус, но постоянно его нужно подтверждать, как и любому коллективу. Допустим, если это коллектив заслуженный, какой-то период времени он должен подтвердить свое звание и показать ту работу, которая была сделана им за этот период. Так и у нас. Поэтому предела нет пределу совершенства. Мой девиз – никогда не останавливаться на достигнутом, а стремиться к новым горизонтам. Служение и духовное сокровище, служение и честь, служение и Бог внутри, служение и пламенная горячая истовость внутри. Вот такими они должны стать. Вот чего от них ожидают дивные небеса и люди. Баланса, профессионализма и духа в сердцах, которые должны воспламенеть. Иначе, говорит регент Соболевский, их самолетик будет с одним крылом. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok О том, что хор уже получил признание, не только в Беларуси, но и за ее пределами, свидетельствует многочисленные дипломы и награды. Субтитры создавал DimaTorzok К слову, после ночных архиерейских патриарших служб, певчи спускаются с хоров в мокрых платьях и рубашках, потому что выкладываются, как в последний раз. Говоря, мирским языком они пашут. Это тяжелейшая работа. Но этого никто не видит. И мало кто понимает, чего там этого стоит. Но, как правило, те, кто пришли в хор, однажды больше уже не уходят. Так случилось не только с ныне ведущим солистом архиерейского хора, но и многими певчими митрополитчего хора. И дело, как выяснилось, не в статусе вовсе. Я думаю, что собор и храм останутся в моей жизни, в принципе, навсегда. Это будет где-то как отдушина какая-то, как хобби, можно так сказать. Потому что это музыка, именно музыка церковная, духовная, русская музыка. Она прямо очень глубоко во мне сидит. И я уже, скорее всего, от нее просто так не отвяжусь. У меня, допустим, нет цели стать народным артистом. У меня есть цель стать большим певцом. Профессиональным, профессионалом именно своего дела. Далее, когда я пришел сюда, то есть я не то, что скажу, что мне было... Ну, я же профессионал, мне здесь было сложно. Потому что у Виталика настолько большая библиотека. Он умудрялся находить такие ноты, которых я в глаза не видел. Хотя, ну, мне казалось, что я на тот момент, пришедший с 10-летним стажем, то есть, ну, как бы, ничем меня не удивительнее. Удивляет и до сих пор продолжает удивлять. В храме пение – это, ну, несколько иной профессиональный пенсиональный пенсиональный. В любом коллективе, в гармонии, там, или там, ну, там, в другой оперный театр. Они же тоже могут исполнить Рогею Мерти. Это тоже, ну, духовное произведение, правда? Ну, в храме – это с огромной зарядкой энергетики. Когда тебя накрывают вот этой вот, по-моему, какой-то благодатью. И, конечно, я выхожу после этого, я смотрю людям в глаза. И свой кусочек сердца, своего вот этого вот, какой-то, ну, зарядки, энергетики, положительности, добра и счастья, я, конечно, хочу отдать. Представляете, я такая прихожу домой. Поэтому у меня прекрасные дети, у меня очень хороший смертный. Не забывая о своем основном предназначении – служении церкви, коллектив архиерейского хора постоянно находится в творческом поиске. Разнообразие репертуара – одна из особенностей митрополитчего хора. Каждая новая программа готовится с особым трепетом. А аншлаги на каждом из концертов митрополитчего хора – зримое доказательство того, что люди сегодня очень нуждаются в духовной пище. Насколько людям нужна эта высокая нота, которую дает духовная и созвучная духовная музыка. Музыка для думания и внутренней работы души. Музыка для думания и внутренней работы души. Музыка для думания и внутренней работы души. Концерты, где звучит духовная музыка, меняют людей. Хоть немного, но они что-то изменяют внутри человека. В этом и заключается главная цель подобных мероприятий. И еще хочется, чтобы человек понял, что эта красота, которую он получает, исходит из храма, из нашей православной церкви. Это была программа «Сущности» Яенга Белова. Всего вам самого доброго! Музыка для думания и внутренней работы души. Музыка для думания и внутренней работы души.